Всем привет дорогие друзья и подписчики! В этом уроке мы узнаем как создавать и использовать объекты в рамках объектно-ориентированного программирования. Объектно-ориентированное программирование или OOP это способ проектирования и написания кода, когда все важные части программы являются объектами. Ранее мы уже рассматривали объекты и сейчас мы будем применять их именно так, как необходимо. Сейчас мы рассмотрим несколько примеров в консоли, а потом перейдем в наш созданный файл HTML и там создадим более реальный пример, используя все полученные знания. Давайте рассмотрим такой пример. Мы создаем объект .doc, это уже для нас не секрет, с помощью ключей мы указываем их значения и таким образом у нас имя оладушек, количество lab 4 и is always true. То есть это хорошо, да, мы указываем и создаем этот объект. Теперь мы можем получать его любые ключи с помощью точки, как вы помните. И смотрите, теперь мы можем добавлять методы к объектам. Методы это как обычные функции, но когда они содержатся в объекте и позволяют нам управлять объектом. И смотрите, сейчас мы создадим вот такую вот функцию, так как мы ее через точку указываем для объекта .doc, это у нас сейчас метод, отличие его только в этом. Но создается он по такому же синтаксису, здесь мы все указываем. И обратите еще внимание, вот это вот у нас новая конструкция zis.name. zis это означает, что к этому объекту, то есть к тому, к которому применяется функция. Мы можем указывать для любого другого объекта, поэтому zis будет отрабатывать для каждого объекта по-своему. И смотрите, нажимаем Enter, создаем. Теперь мы можем вызвать doc.bark и мы видим, что он говорит. Меня зовут Аладушек, здесь подставляется его имя, именно этого объекта. И его lie. Теперь смотрите, мы можем использовать один метод с разными объектами. То есть вот таким вот образом мы сейчас создаем функцию или же метод. Нажимаем Enter. И теперь смотрите, создадим сейчас три объекта. И посмотрите, у каждого из них будет вот такой вот ключ, speak, значение которого равно этой функции, нашей переменной, в которой содержится метод. Сейчас может быть немного запутанно, но смотрите, мы создаем три объекта. И теперь, если мы вызовем cat.speak, то он говорит. Мяу, меня зовут Варежка. Если мы вызовем пик, speak, хрю, меня зовут Чарли. И для horse то же самое, только то, что говорит он его фраза. И подставляется имя. Имя у нас подставляется также thisName. И заметьте, каждый раз у нас подставляется новое имя и новая фраза. Вот таким вот образом мы можем создать один метод, но для разных функций. И он будет выдавать каждый раз необходимое нам значение. Теперь рассмотрим создание объектов с помощью конструкторов. В JavaScript конструктор это функция, которая создает объекты, давая им набор заранее определенных свойств и методов. Сейчас вы увидите устройство конструктора на этом рисунке. Создается он так же, как и функция. Указывается имя. Дальше у нас после знака равно указывается единственное отличие. Это слово new. Оно всегда должно быть. И конструктор. И заметьте, конструктор напишен с большой буквы. Это не значит, что нужно так делать всегда. Но обычно программисты используют такую вот структуру, чтобы отличать конструктор от обычной функции. Функцию записывают с маленькой, а конструктор с большой буквы. Это для личного удобства. Поэтому такая рекомендация есть. И внутри скобок у нас указываются аргументы. Теперь давайте создадим новый файл HTML. И внутри него уже попробуем реальный пример создать. Создадим файл. Здесь давайте укажем наш базовый шаблон. И дальше у нас будет код. Как всегда подключаем jQuery удобным вам образом. И создадим здесь сейчас конструктор Car для автомобиля. Видите, WarCar.Function.XY. Это у нас короткая запись, так же как и у функции. This x равно x. То есть вот этому значению. А this y равно y. Сейчас дальше мы продолжим создавать наши элементы. И вы уже поймете, зачем нам это нужно. Смотрите, если мы сделаем вот такой вот еще код здесь. То есть создадим переменную Tesla. В ней будет у нас new Car. То есть по вот этому методу с помощью new мы создаем координаты 10, 20 и вызовем Tesla. Что у нас получится. Давайте введем этот код в консоли сейчас. И посмотрим как он работает. Он выводит нам такой вот объект. Смотрите, если мы создадим новую перемену, например, Nissan. Здесь укажем другие координаты какие-то. То после того, как мы его выведем, у нас будет создан так же объект Nissan с такими координатами. Это у нас работает. Теперь вернемся в наш редактор и продолжим создавать функцию. Сейчас мы работаем с машинами и попробуем нарисовать машину в той координате, которая у нее записана. Давайте сейчас сюда вставим вот такой вот код и рассмотрим его подробно. Мы создаем функцию drawCar, которая принимает значение car. И смотрите, записываем вот такую вот строку. Это у нас tag.emg, в котором хранится изображение по вот этой ссылке. Можете поставить на паузу и переписать. Дальше мы принимаем значение car.html и с помощью css указываем такие вот значения. Position absolute, leftCar.x, topCar.y. И теперь выбираем наш tag body и добавляем к нему car элемент, то есть вот эту вот переменную. Давайте теперь создадим два объекта. Сделаем Tesla, NewCar и Nissan с такими вот координатами и попробуем их отрисовать с помощью этой нашей функции. Указываем сюда Tesla, нашу переменную, которая создана конструктором. А сюда мы указываем Nissan. А теперь сохраним и посмотрим. И смотрите, что мы сейчас получили. Мы видим два изображения автомобиля с теми координатами, которые у них были приняты в конструкторе. Если мы добавим еще одно, то оно также у нас отрисуется. И можем это проверить. Давайте создадим еще одну машину. Укажем здесь название. И вызовем функцию drawCar для нашей новой машины. Сохраним и обновим. И вы видите, у нас появляется третий автомобиль. И таким образом мы можем их создавать какое угодно количество и отрисовывать. Теперь рассмотрим прототипы. Прототипы в JavaScript это механизм, который упрощает использование методов разными объектами. У всех конструкторов есть свойство прототип, которому можно добавить любой метод. Добавленные к свойству прототип методы будут доступны всем объектам, которые созданы с помощью этого конструктора. Посмотрите сейчас на этот рисунок и вы видите, как создаются прототипы и методы через них. С помощью знака точки мы можем указывать такую вот цепную конструкцию и это у нас будет работать. Давайте сейчас переделаем наш вот этот вот код под новый образ с помощью прототипа. Для того, чтобы это было более правильно и более удобно. Взгляните на эту функцию. Сейчас мы изменили ее так, как нам необходимо. Здесь у нас везде слово this указано. Также в скобках у нас нету значения car. И таким вот образом мы ее переделали под запись с прототипом. Сохраним. И также с помощью прототипа мы добавили новый метод moveRight, то есть движение вправо. И теперь смотрите, мы можем вызывать tesla.moveRight, например. Либо же для другого объекта. Смотрите, если мы зайдем сейчас на нашу страницу, обновим ее и укажем tesla.moveRight. Вы видите, как она у нас смещается вправо. И так любое количество раз. Можно указать для другого объекта. И он будет точно так же у нас двигаться. И нам осталось добавить здесь еще три метода, которые будут двигать наш автомобиль налево. MoveLeft. Вверх и вниз. И смотрите, в чем здесь у нас отличие. Мы здесь меняем координату x на минус 5, то есть уменьшаем ее. MoveUp мы меняем координату y. Уменьшаем ее, так как вверх у нас значения уменьшаются, а вниз увеличиваются. На координатах HTML. И чтобы двигать вниз, мы прибавляем 5 координатей y. Также отрисовываем, они очень у нас похожи методы, но позволяют в любую сторону двигать наш объект. И смотрите, теперь что мы можем сделать. Сохраним. Зайдем в консоль. Здесь можем выбрать любой из этих методов. И объект будет двигаться у нас. Смотрите, moveUp, например, moveDown и left. И так для любого объекта. И таким образом мы можем управлять объектами, создавать им новые методы. И в методах взаимодействовать с нашим кодом с помощью методов, конструкторов и прототипов, которые мы изучили в этом уроке. Я надеюсь, данный видео урок был вам полезен и понятен. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. И не забывайте подписываться на данный канал, чтобы поддержать его развитие. А на этом у меня все. Спасибо за внимание и до новых встреч в следующих видео уроках.